Снова здравствуйте. На столе лежит одна всего лишь посылка, но это не потому то, что ко мне пришло мало, ну а просто потому, что она заслуживает отдельной распаковки. Итак, снова с вами я, Михаил, канал Картовой Блогер. Ну и давайте посмотрим, что у нас все-таки здесь прячется. Продавец паковал, продавец старался. Ну, смотрите, да, несмотря на то, что... Нет, жестковатая все-таки коробка, да, и вот она абсолютно пришла без повреждений. Значит, что мы видим? Мы видим голограммку, да, которая подразумевает, что все это дело имеет какую-то серьезную марку, да? Айпега. О, говорят, в стране кризис, а тут салюты что-то жахнут. Наверное, старый Новый год, потому что... Или он был? Что-то я все прозевал. Давайте откроем, посмотрим подробнее. Ужас какой-то, все-таки тут... Красотулька! Так, здесь у нас прячется кабель зарядный USB на microUSB. Все, это безобразие, понятно. Здесь прячется у нас инструкция. Вполне возможно, она сейчас пригодится. И вот так вот выдвигающийся джойстик. Имеет безумное количество кнопок. А плюс какой, да, в него без проблем можно вставить планшет. Вот конец видео, я думаю, я схожу за планшетом, проверим, влезет он туда или нет. Ну и как минимум можно вставить... Можно вставить телефон. Да, вставить можно. Вот таким вот образом, чтобы он не выпадал. Вот эта часть, она прирезинена. То есть, по идее, она должна спасать телефон. Вон, как все это дело делается, становится чуть-чуть понятно. Теперь остается понять... Так вот, я открыл. Что я открыл, не знаю. Давайте поступим следующим образом. Полезем, посмотрим инструкцию. Почему-то я все чаще это начинаю делать. Смотрите, есть у нас QR-код. Наверное, мы этот QR-код сейчас считаем, и будет нам счастье. Зачем мне еда в коробочках, непонятно. Давайте с другой стороны зайдем. Дочитаем все-таки. Можно соединить его с компьютером. Так, ну, предварительно все до безобразия просто. Есть два варианта. Зажимаем кнопку Home и X, A, либо Y. Начинается поиск. Причем Y это Mouse Mode. A это Keyboard Mode. И X это Gamepad. Да, то есть, по идее, вот X нас должен интересовать. О, подключено. Чудесно. Вот, смотрите, что мне не нравится. Вот эта вот кнопка, да, вот так вот ходит без проблем. А вот так она застревает. Я думаю, что так не должно быть. Надо подумать, что с этим делать. Такое ощущение, что вот прям вот это специально сделано. Так, он определяет джойстик как IPEG Extending Game Controller. И давайте-ка мы с вами, например, включим триггер 2. Ставим все это дело. Смотрите, он говорит, обнаружим новый геймпак. Давайте где-то у нас откроем. Сделаем только потише. Так, ну что у нас тут? Давайте определим огонь. Вот эту кнопочку. Перезарядку мы, например, давайте... Не знаю, там возьмем, Y сделаем. Да чем я собираю эти деньги? Я это всегда смогу сделать и потом. Давайте, например... Да, вот давайте, например, с коробочкой. Потому что меня вот очень сильно прям вот подбешивало, когда здесь все это дело нажимать надо без джойстика. Вот у нас, кстати, видите, зарядка для него. IPEG напоминает мне старое выражение. Давай сыграем в Roku Pego. Те, кто повзрослее, наверное, помнят. Да, его? Так, а что? Да, все. Так, ну, смотрите, оружие меняется. А вот кнопки не работали. Давайте поищем, как это настроить. О, смотрите, как много еще разных кнопок. А я, оказывается, их не достроил. Вот очень интересно. Смотрите, двигаться влево не хочет. Так, давайте я попробую все это дело понастраивать отдельно. И мы снова вернемся. Так, ну, вроде настроил. Посмотрим, насколько хорошо. И вот если вот прям вот перед собой держать, ну, блин, достаточно это удобно, конечно. Так, ну, конечно. Так, ну, смотрите, да, то есть, как бы удобно, прикольно. Но только вот давайте еще понастраиваю. Ну, зато я разобрался, да, для чего вот это вот нужно. Значит, в закрытом положении он открывается следующим образом. В открытом положении мы дополнительно еще можем вынуть здесь. Плюс еще таким образом открывание. Джойстик вместит в себя абсолютно все, что угодно, да, при таком раскладе. Снизу держалка, чтобы все это дело можно было ставить. То есть в этом отношении, ну, плюс-минус, мне нравится. Не нравится что? Да, под вопросом, должно ли вот так быть застревание. Раз, и два, мне не нравится, как он в итоге работает прицел. Да, то есть играть с этим джойстиком стало, ну, на данный момент невозможно. А я сейчас попробую все это дело понастраивать получше отдельно, да, там, может быть, на другой игре поплясать. Ну, и, собственно говоря, после этого снова к вам вернусь. Для абсолютной наглядности, да, хотелось бы вам показать, почему именно, именно такой джойстик интересен будет. Вот, по вот этой причине. Вот, абсолютно без проблем, огромный планшет Samsung Galaxy Tab, он, по-моему, десятка диагональ. Можно играться. Прикольно. Гораздо веселее получается, чем вот это вот тыканье. Значит, еще раз, да, кнопки все настраиваемые. Попись немножко сделаю, а то будет меня не слышно. Выстрелы, по-моему, я сейчас забыл поднастроить. Ну, поэтому... Ну, стоит автострельба, я не думаю, что это страшно. КИЛИНТИМЕ 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 Зависло всё. Буду сейчас опять смотреть. Вот был у меня нормальный аккаунт. Был хороший прогресс. Залогинился что-то. Выбрал новый персонаж какой-то. Пожалуйста, получите теперь не пойми чего. И всё с нуля. Да, то есть при этом там по наградам всё хорошо. Остальное всё с нуля. Ну да не суть. Да, мы же хотим посмотреть как будет играть. Мы это сейчас увидим. Хех, и какой кнопкой стрелять-то? Ой, блин. Поехали. Поехали. Ну, как итог. Да, то есть вот мы нажимаем и он давай крутится. Ребята, честно, вот я не знаю что сказать. Да, сам по себе джойстик по своей задумке там, по удобности, как вот он лежит в руке, в руках, как вот он держит, что у него там прорезиненные места есть и так далее и тому подобное. Ну, не вопрос. Хорошо, удобно, классно. Может быть я настройки не так делаю. Да, что-то делаю не то. Вот сейчас жму вправо, видите, он не крутит. Ну, давайте вот предметно, да? То есть вот мы стоим. Продолжает крутить. Да, вот мы идем. Вот как его остановить, чтобы он не крутился? О, вообще пошел влево крутить. Вот я жму вправо, да? А он крутит влево. И, ну да, вот этот вот момент совсем не понятен мне. В итоге джойстик супер классно. В моем случае, ну вот, есть такое подозрение, что все-таки какая-то беда в плане качества. То есть вот сейчас нажимаю, а он вообще крутить не хочет. Видите, совершенно по-разному. Вот одно и то же действие происходит по-разному. Подозреваю, ну вот, помучаюсь, конечно, попробую, да? Может быть, что-то услышу от вас. Я пока про него сказать ничего не могу. Ни хорошего, ни плохого, ни категоричного. Надо проверять. Брал я его как бесплатный посредник. Сейчас буду списываться с клиентом. Буду уточнять, что делать. Списываться с продавцом. Является это норма или нет? Ну, плюс посмотрю, что вообще происходит. Можно было бы, конечно, поступить красиво. В кавычках, да? Все это дело отправить человеку, который его заказал. Вам сказать, вот такой вот джойстик. Ну, я подозреваю, это было бы не честно, не правда, ну и не хорошо. Так делать нельзя. Поэтому пока оставим с этим джойстиком вопрос открытым. Дальше вас буду держать в курсе. Всем всего. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова